9.37 в городе-на-Неве. Вы смотрите программу «Утро в Петербурге». Мы продолжаем и прямо сейчас поговорим на очень важную тему. Будем говорить, конечно же, о здоровье. Что может быть важнее? Да, друзья, в северной столице двух туристов, вернувшихся из Китая, выявили оспу обезьян. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Петербургу. Больных изолировали, провели комплекс противоэпидемиологических мер. Что это за вирус? Какие симптомы характерны? Как обезопасить себя тем, кто собирается в Поднебесную? И может ли в будущем оспа обезьян вызвать эпидемию, как это было с натуральной оспой? Прямо сейчас узнаем ответы на все вопросы. У нас в гостях врач-эпидемиолог Санкт-Петербургской клинической больницы, святитель Луки Василий Александрович Андреев. Доброе утро, здравствуйте. Ну вот действительно, казалось бы, никто не думал, что на эту тему мы будем говорить, но тем не менее. Оспа обезьян. Да, оспа обезьян. Все мы знаем, как проявляется натуральная оспа. Симптомы это... Мехорадка, сыпь, после которой оставались неприятные шрамы, оспины, скажем так. А вот оспа обезьян, как характеризуется, как проявляется, какие симптомы могут быть самыми первыми? Ну если так общедоступно, то оспа обезьян это натуральный оспа, но на минималках. Потому что симптомы, в принципе, сходные, начинается все... То есть менее заразная или менее опасная? Она и менее заразная, и менее опасная. Но картина, если рассматривать, в целом она достаточно схожа, только менее выраженные симптомы. Симптомы были размыты, да? Начинается она с подъема температуры тела, слабость, недомогание. Характерным признаком является... Как при простуде. Да, лимфоаденопатия. Лимфоаденопатия это болезненность увеличения лимфатических узлов. А вот Ксюша сказал, что туристы из Китая, собственно, приехали с этим заболеванием. А если, например, петербуржцы в Китае не бывали в ближайшее время, но какие-то такие симптомы у себя заподозрили, можно успокоиться или все-таки... Не, ну если у нас... У нас в Петербурге у всех раз в месяц бывают симптомы недомогания, повышения температуры тела и слабости. Далее где-то на третий, на четвертый день может появиться высыпание. Вот это вот уже серьезный... Уже вот звоночек. Характерный симптом для оспа обезьян. Вот, причем высыпания, они появляются сначала на лице и туловище, а затем распространяются центробежно на конечности. Отличаются ли, например, от ветрянки эти высыпания? Вот можно ведь принять и за ветрянку в том числе. Ну, конечно, диагностика проводится, но вообще они отличаются. Визуально, то есть граждане сами смогут понять, что да, что-то не то, надо... Ну, я думаю, если у граждан поднялась температура, а потом их обсыпало, лучше все-таки обратиться к более... Вызвать врача или пойти к врачу? Вызвать, чтобы исключить распространение инфекции, да. А вот вообще как проникает вирус в организм? Какой у него инкубационный период? Вирус в организм проникает несколько из механизмов. Это воздушно-капельный, но, как описываю, что для реализации воздушно-капельного механизма передачи необходим длительный, достаточно тесный контакт. То есть это могут быть концертные мероприятия в самолете, то есть там на расстоянии... То есть при разговоре, даже вот, например, нашим на расстоянии, там, двух метров, маловероятно зашелеститься? Ну, пишут, что контакт должен быть на протяжении около трех часов, расстояние в пределах полутора метров. Ну вот вы сказали, что оспа-обезьян это как... Инкубационный период до 21 дня. Ну, именно контакт с заболевшим человеком, да, не просто человеком. Но вот ты сказали, что это болезнь на минималках, как оспа, да, вот. А чем опасна она для человек, для детей тем более? Что будет, если человек, ну, вот, скажем так, как у нас многие говорят, переболеет дома? Ну, если переболеет дома, он может перезаражать еще своих домашних. А так вообще болезнь, хоть она и натуральная оспа на минималках, как я сказал. Да-да-да. Но натуральная оспа на минималках, а в нее как бы... У натуральной оспы летальность доходила 30% и более. Это опасно. То есть 2 человека из 10 погибали. А у оспа-обезьян летальность может доходить до 10%. А также вот вы спросили про детей. Дети являются группой риска, потому что у них еще иммунная система не совсем сформировалась, и болезнь может протекать тяжело и давать тяжелые последствия вплоть до летального исхода. Вот, Василий, по наблюдениям эпидемиологов, за последние годы видна тенденция распространения оспы обезьян от животного к человеку, да? А уже вот наблюдается тенденция от человека к человеку. Получается, что вирус стал лучше приспосабливаться. Вот скажите, может ли в дальнейшем это грозить эпидемией, как это было с натуральной оспой? Ну, исключить это, конечно, нельзя, поскольку в мире все равно растет процесс миграции населения, перемещения населения. Если первоначально оспа обезьян была эндемичной болезнью, эндемичная это значит характерная для определенных территорий. Это долина реки Конго, центральная, западная Африка. Далеко от нас, скажем. То теперь, как мы видим на практике, оспу обезьян уже привозят туристы из Китая. Уже в Италии она была там вспышка. В Италии была, в Европе была большая вспышка. Конечно, за счет того, что мир, условно говоря, открыт к перемещениям и к путешествиям. Да, мы стали более мобильными. Но хочется поговорить о вакцинации все-таки. Вакцина от натуральной оспы была, мне на полно в 1980 году. Кто привит, кто родился до этой даты, привит этой вакцины, скорее всего, от натуральной оспы, может ли она обезопасить от оспы обезьян? Она защищает 85% случаев. Даже сейчас, несмотря на то. А тех, кто был привит тогда, считается, что она защищает. Но сейчас те, кто не привит, они восприимчивы. Это, во-первых, плюс те, кто был вакцинирован в 80-х годах, мы знаем, что у любой инфекции, которая контролируется прививками, с годами все равно титры антител, то есть иммунитет снижается. Вот мы все сейчас постоянно пересдаем титры на корь, поскольку это наше как раз близко к нашему региону. Еще одна тема для обсуждения, кстати. Так же и с натуральной оспой. Конечно, если человек привит, то он, скорее всего, не заболеет, а если заболеет, то болезнь будет протекать в стертой форме. А вот смотрите, сегодня массовые прививки от натуральной оспы практически во всем мире не делают, но в России сохранились вакцины. Скажите, вот можно сделать прививку от натуральной оспы в России, чтобы вот уже быть спокойным, что она тебя защитит от оспы обезьян? С одной стороны, Роспотребнадзор пока что не включает прививку от натуральной оспы в национальный календарь профилактических прививок или прививок по эпид-показаниям. С другой стороны, я вчера, когда готовился к эфиру, посмотрел на просторах интернета, как можно вообще привиться от натуральной оспы в Санкт-Петербурге. Это можно, но в основном это выдают по запросу частные медицинские центры, и к вакцинации от натуральной оспы тоже нужно подходить обдуманно с консультацией. То есть не бежать записываться даже, если это частный медцентр, на прививку сначала, на прием к терапевту, анализы и все. Анализы, да, описать, может, какие-то есть уже хронические заболевания или что-то, и соотнести риски, потому что все-таки оспа обезьян пока что казуистика. Тогда вот все-таки вот как обезопасить себя, если мы, к примеру, вот соберемся в путешествие в Поднебесную, чтобы, не дай бог, не заболеть этой оспой? Какие должны быть правила поведения? Поднебесные там обычно у них более интересные, чем оспа обезьян. А вообще правила поведения, они, в принципе, при туризме в такие страны, они для многих заболеваний сходны. Во-первых, надо уточнить у туроператора или в территориальном отделе Роспотребнадзора об эпид-обстановке конкретно в той местности, куда вы собираетесь лететь. Потому что, повторюсь, оспа обезьян – это не самое интересное, что можно привезти из жарких стран. Потом желательно, чтобы была медицинская страховка включена в путевку на всякий случай, но это тоже общие такие рекомендации. А при пребывании на отдыхе, пить бутилированную воду, есть еду, в которой уверены, то есть... Хорошо пропасть, термическая обработка. Термическая обработка, не покупать на рынках с рук, не принимать угощения от местных жителей. То есть маска, респиратор, перчатки, гигиена рук. Ну, в принципе, такие... Мир уже сейчас привыкли. Такие, да, общие базовые правила безопасности, к которым мы все привыкли. Василий Александрович, мы вас благодарим. Спасибо большое. Но мне кажется, для того, чтобы сохранить здоровье, нужно прежде всего следовать базовым принципам здорового образа жизни.